...крови, который делается в течение 5 минут на гематологическом анализаторе, так вот эти показатели позволяют в большинстве случаев решить, это вирус, это бактерия, нужен антибиотик или нет. Поэтому врачи имеют возможность назначать антибиотики прицельно, именно при бактериальных инфекциях, более того, когда у человека после вирусной инфекции или на фоне вирусной инфекции развивается воспаление легких, как осложнение болезни, то в каждом регионе врачи примерно знают, какие возбудители чаще вызывают вот эти вот негоспитальные, то есть домашние пневмонии, какие возбудители актуальны для детей, какие для взрослых, какой антибиотик в первую очередь надо назначить взрослому, ребенку, старику. Это все давным-давно известно. На вирусы, как вы знаете, антибиотики не действуют. Всемирная организация здравоохранения всю жизнь, все ученые мира доказывали нам, что профилактическая антибиотикотерапия не срабатывает. То есть от того, что вы назначаете антибиотик до того, как возникла пневмония, вы не можете пневмонию предотвратить. Более того, куча ученых всю жизнь доказывала нам, всем врачам мира, что профилактическая антибиотикотерапия увеличивает риск развития осложнений. И вдруг куча народу стали с приходом коронавируса рассказывать нам, что надо чуть ли не при первом чихе назначать антибиотики. Понимаете? То есть это полностью противоречит всем канонам медицины. Мы ждем более серьезных исследований, пока нет никаких работ, которые доказывают, что надо с первого дня коронавируса назначать антибиотики. Более того, с максимально возможной вероятностью это неправильно. Это увеличит вероятность осложнений. Если нарушена вентиляция легких, если есть дыхательная недостаточность, если снижены иммунные стихи, то всегда... Я записываю. ...внимание разовьется только той бактерии, которая устойчива к тому антибиотику, который вы назначили. Значит, понадобится назначать более сильные препараты, скорее всего, уже в условиях стационара. Не переключайтесь, всего...